Днем рынок, ночью рефрижераторы. Жильцы многоквартирных домов по улице Частника страдают от постоянного шума под окнами. Они уверяют, всему виной грузовой транспорт, который обеспечивает подвоз товаров на рынок Чайка. Организованного заезда со стороны площади восставших нет, поэтому автомобили едут через дворовую территорию. И если в дневное время с этой проблемой севастопольцы еще могут жить, то ночью такие поездки лишают жильцов здорового сна. Днем здесь невозможно ни подъехать, ни пройти. В три ряда стоят машины на всех наших проулках. Их нельзя назвать улицами. Это маленькие проулки, которые не предназначены для такого скопления машин. Где-то часов с 10 и вот до вечера сотни машин стоят. Они бьются, убегают друг от друга. Мне надо поехать, ну-ка, провожать в аэропорт. Я вчера встречал это самое в аэропорт. Я выехал в 7 утра, машину выгнал с гаража, чтобы потом мог, иначе бы я не выехал. Вот мне надо человека встречать, я не могу выехать с гаража. Ну что, вот это нормальные условия для меня. Для разгрузки трафика автомобильное движение внутри двора решили сделать односторонним. На перекрестке установили кирпич. Но соблюдать правила дорожного движения местные водители не спешат, даже будучи в объективе видеокамеры. Решить вопрос здесь и сейчас невозможно, объясняет ситуацию депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Михайловна Щербакова. Нужно полностью менять схему движения и исключить заезд большегрузного транспорта в такие участки, где, собственно, ни дорога для этого не предназначена, ни наличие рядом многоквартирных домов. Конечно, нужно об этом тоже думать. Разговор об этом уже ведется? Ну, насколько я знаю, да. То есть схема движения на восставших, участок возле гостиницы «Крым». Мы знаем, что это достаточно болезненная точка. Поэтому, да, насколько я знаю, внутри департамента идет обсуждение. Комментарии ответственного департамента правительства города по вопросу организации дорожного движения в районе улицы Часника мы планируем получить в ближайшее время.